Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии нового 2017 года. Очень рад вас всех снова видеть. Рад, что у нас есть возможность вернуться к трейдингу, соответственно, оценить те новостные события, которые на рынке появились. Вы, я думаю, прекрасно могли заметить, что год начался неплохо, волатильность хорошая, да и макроэкономический фонд также, в принципе, радует. Событий уже за первые несколько дней было много, сейчас мы остановимся на них чуть подробнее. Ну а детально разберем следующий понедельник в ходе еженедельного вебинара, правильный понедельник, который посвящен основным фундаментальным событиям. Сегодня давайте, как и всегда, начнем с того, что у нас наблюдается на рынке черного золота. Здесь сразу можно констатировать и локальный хай, который мы видели пару дней назад, буквально с открытия 2017 года, это отметка 58,37. Сложились в моменте ощущения, что бренд так активно начал этот год и может наскоком, опять же, на позитивных ожиданиях реализации договоренностей ОПЕК и прочих регионов, которые не вхожи в эту организацию, добраться даже до 60 долларов за баррель. Я, честно говоря, такие оптимистичные настроения не поддерживал, потому что знал, что на рынке хватает идей и, в принципе, таких же, как и я, скептиков, все-таки склоняющихся в пользу того, что не все так сладко на рынке черного золота. Первая новость, которую мне удалось проанализировать в новом году, касалась как раз рынка черного золота. В частности, это новость со ссылкой на официальный источник из Ливии по уровню добычи нефти. Так вот, в декабре месяце Ливия добывала 690 тысяч баррелей нефти в сутки. Вопрос в студию, скажем так. Это большой объем. Я думаю, что те, кто следит за регионами, за спросом на приложения, знают то, что на пике этот регион добывал гораздо больше. 1,6 миллиона баррелей в сутки. Но, честно говоря, 690, несмотря на то, что сильно ниже пика, по-прежнему и все равно очень значительно показать. Это, между прочим, максимум за последние два года. Мы помним то, что замыкали-то мы с вами в 2016 год очень интересным сообщением о том, что до конца марта это государство планирует нарастить добычу еще на 280 тысяч баррелей, соответственно, доведя общий показатель до 1 миллиона. Я считаю то, что это на самом деле мощный сигнал, который свидетельствует о том, что параллельно со снижением приложения со стороны отдельных регионов мы будем наблюдать такой же компенсирующий эффект роста уже со стороны других. Но трейдеры сначала не торопились отыгрывать этот новостной фон. В принципе, можно сказать то, что вот эту статистику по Ливии даже проигнорировали, сделав акцент на другой макроэкономический фон, который касается также этого рынка, рынка углеводородов. Это уже фактические цифры со стороны Омана и Кувейта. Я считаю то, что здесь также присутствует своя логика, потому что даже я всегда рекомендовал прежде всего обращать внимание на цифры и на факты. И уже потом делать ставку на рыночные ожидания, которые присутствуют. Так вот, что касается дополнительных цифр и статистики, которая и подстегнула интерес к черному золоту. Эта статистика гласит то, что страны ОПЕК, которые должны были начать реализовывать сделку и соглашение по сокращению добычи, действительно, все-таки испытывая ответственность за принятые решения, начали это делать. В частности, есть статистика по Кувейту, которая с 1 января скорректировала добычу на 130 тысяч баррелей в сутки. Сейчас этот показатель 2,75 ОМАН снизил добычу на 45 тысяч баррелей в сутки. Сейчас эта цифра 1 миллион. Дополнительно регионы, но нас интересует, конечно же, Саудовская Аравия, пока статистики нет, но я думаю, что они также корректируют объемы добычи. Как и было, собственно, обозначено с самого начала, потенциальное ограничение добычи со стороны регионов ОПЕК, это минус 1,2 миллиона. Я думаю, что эта планка, эта, собственно, цифра будет соблюдаться. Но, как я уже отметил, помимо того, что регионы, которые являются частью этой сделки, действительно сокращают производство, есть и те, которые, напротив, наращивают, увеличивают добычу. Помимо Ливии есть и Нигерия. Правда, у меня сейчас нет возможности обратить внимание на актуальные цифры, но прошу вас немного потерпеть. Я думаю, что через неделю-две они появятся. Ну и, как я уже отмечал в конце 2016 года, первые серьезные итоги действия соглашения ОПЕК мы с вами сможем подвести уже в начале февраля, когда у нас будут январьские цифры, потому сколько же нефти добывает ОПЕК. Я думаю, что эти цифры будут все-таки свидетельствовать о том, что рыночный такой наивный оптимизм того, что проблему с перенасыщением удации в 2016 году, эти рыночные ожидания будут постепенно сходить на нет, поскольку рынок допустит возможность все-таки не такого быстрая разрешения ситуации с перенасыщением. И я надеюсь, что идея, связанная с коррекцией, собственно, цен на нефть, она будет по-прежнему присутствовать на рынке, особенно для тех трейдеров, которые долгосрочно подходят к анализу событий на финансовых площадках и привыкли проводить такие же долгосрочные сделки. Дополнительный интерес к нефти подогрели очень сильные данные по индексу на делу активности в промышленном секторе сразу со стороны ключевых регионов, нескольких это Англии, США и Китай. Статистика действительно очень хорошая, я сейчас чуть подробнее восстановлюсь на ней. И помимо того, что, собственно, эти данные поддержали стоимость сырьевого актива, поскольку снова появились ожидания того, что мировая экономика может получить еще больше буст, ускорение в 2017 году, мы видели, как королировали, в принципе, и на площадке фондовый европейский, американский, азиатский. Прежде всего, лидерами роста был горнодобывающий и энергетический сектор, поскольку, в принципе, эти сектора имели всегда тенденцию роста каждый раз, когда на рынке появлялись признаки и стимулы возможного сохранения импульса для роста мировой экономики. Вот, собственно, по статистике PMI мы могли сделать такие выводы. Нефть прибавила по факту такого новостного фона больше 2%, и сразу же после этого, как только достигла планки 58.37, речь идет о бренде. Мы увидели точно такое же ослабление, минус 2%. И здесь, опять же, можно связать и с техническими факторами, и с тем, что в игру начинают вмешиваться серьезные крупные игроки, которые рассматривают возможность именно продажи черного золота в 2017 году. Здесь еще можно отметить, опять же, и то, что я сказал по поводу Ливии, по поводу дополнительного приложения со стороны других регионов. Не забываем про США. Мы также будем говорить о росте нефтяных платформ. По данным Baker Hughes, это у нас пятничный релиз. Ну, я думаю, что смело уже можем замахиваться на то, что количество платформ будет внеуклонно расти, особенно на фоне таких высоких цен на нефть. Из актуального новостного фона, который сейчас присутствует на рынке, помимо того, что я сказал, стоит отметить еще отчет о ПИПе запасом нефти в США. Он был опубликован буквально несколько часов назад. Из-за закрытых торгов в понедельник у нас традиционно отчеты едут ровно на сутки вперед. Вот релиз, который мы должны были анализировать с вами в авторник, соответственно, проанализировать только спустя сутки. Статистика по ПИПе. Запасы снизились на минус 7,4 миллиона. Это существенное сокращение. И, по идее, мощный, позитивный фактор для цен на нефть. И, плюс ко всему, еще по Китаю сегодня вышла статистика по активности уже в сфере услуг. 52,3 с 51,8. Но нефть стоит на месте. Это хороший сигнал и знак для медведей, поскольку, возможно, весь позитив уже локально дисконтирован в стоимости этого актива. И, действительно, цены на нефть очень высоко забрались. Может быть, мы сейчас через коррекцию будем наблюдать уже не локальный откат по факту рыночных ожиданий того, что, помимо позитива, есть и негативный момент. А, возможно, мы будем в ближайшие недели лицезреть с вами формирование полноценного понижательного ралли, который может привести бренд к тем уровням, которые мы с вами, как медведи, хотим видеть. Но, прежде чем подключаться к торговле черным золотом, я все-таки предлагаю вам дождаться более-менее низких ценовых значений. Для меня это уровень 53 доллара за баррель. Как только мы до него доберемся, я буду продавать активно этот актив. Если вы хотите рискнуть, потенциал прибыли, конечно же, может быть значительным, но этот потенциал прибыли сопряжен со значительными рисками. Если хотите рискнуть, можно продавать прямо сейчас. Рубль 60.20, как мы с вами говорили, что планка 60 будет держаться, так, в принципе, она и держится. На рубль пока не влияет даже факты таких локальных экстремов по рынку черного золота. Это сигнализирует о том, что Центральная банка России, в принципе, следит за ситуацией на валютном рынке и, возможно, собственными усилиями не допускает дополнительного укрепления национального валютного актива. И я думаю, что вряд ли мы даже с учетом, казалось бы, таких высоких цен на нефть, которые видим сейчас, сможем по рублю забраться еще выше. Поэтому, как и раньше, я делаю ставку на спекулятивный интерес к длинным сделкам в отношении валюты против рубля и с возможностью ухода пары доллар против рубля выше 62,5-63 вот в самые ближайшие дни. Но нужно дождаться поддержки со стороны оставления цен на них. Дальше идем. Доллары японская иена. Сейчас котировки у нас 116.39. Локальный хайп у этой валютной пары был на отметке 118.59. Доллар очень активно начал в 2017 год. Поспособствовало тому возвращению все-таки к идее политики Трампа, реформ Трампа, которые грядут. Вот скоро инаугурация 20 января. Ралли доллара еще поддерживал тот факт, что индекс доллара достиг 14-летнего максимума. Тут же начали расти доходности 2-летних и 10-летних облигаций. Это ключевые триггеры для роста американской валюты. И дополнительную поддержку оказала еще и статистика американцу. В частности, из макроэкономических отчетов. Какой бы релиз мы с вами не рассмотрели, опубликованного в последние два дня, один сплошной прогресс и позитив. АСМ. Активность в производственном секторе 54,7 с 53,2. Индекс разгона инфляции 65,5 с 54,5. Здесь серьезнейший просто восходящий импульс. Сопимай в производственном секторе 54,3 с 54,2. И самый все-таки важный лист, наверное, это активность в производственном секторе по версии АСМ. 54,7 это отчет, который не просто превосходит ту цифру, которую мы с вами видели в прошлом месяце. Это максимум за последние два с половиной года. И важно подчеркнуть то, что АСМ является опережающим индикатором, который позволяет вот так вот авансом нам говорить, что первый квартал для американской экономики будет с очень хорошим, скажем, импульсом закрыт по показателю ВВП. И, возможно, мы сможем увидеть даже рост ВВП свыше 2,9%. Ну, корреляция между АСМ и цифрами ВВП на самом деле очень высокая. Я надеюсь, что здесь исключений не будет. Мы также мудрить сами не будем. Поэтому ждем хорошего отчета по ВВП. И ждем, что вот этот импульс для американской экономики, он не просто продолжится. Он создаст условия для более жесткой монетарной политики, на которую мы с вами продолжим делать ставку. Еще один важный комментарий звучит в том, что анализируя компоненты этого индикатора, я обратил внимание на рост экспортных поставок. Это, опять же, важное наблюдение для тех, кто считает, что дорогой доллар наносит ущерб конкурентоспособности национальных производителей. И считает то, что экспорт из-за этого будет страдать. Ничего подобного. Судя по тем цифрам, которые мы сейчас уже получили, экспорт находится на очень высоком уровне. А, соответственно, дорогая валюта на него никак не влияет. В общем, сильные макроэкономические данные поддерживают идею того, что доллар будет расти. И позволяет нам формировать, как минимум, среднесрочную, длинную идею сейчас по паре USD и иену. И я думаю, что именно это давайте сейчас и сделаем. Дополнительный интерес, кстати, к американцу можно сейчас подогреть еще через вчерашние протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках ФРС США. Тезисно, как мы всегда с вами разбираем этот новостной фон, все голосующие члены без исключения отметили сохранение импульса восстановления в рамках американской экономики, подчеркнув то, что политика Трампа и действия администрации нового президента будут сохранять импульсы дальше. Повышение процентной ставки является вполне уместным. А то, что мы видим рост индекса потребительских цен классического показателя CPI, это сигнал того, что повышение процентной ставки можно осуществлять более высокими, быстрыми темпами. Представители ФРС считают то, что уровень безработицы будет ниже консенсус прогноза в ближайшие два, соответственно, года. И то, что первое повышение процентной ставки может последовать даже на следующем заседании ФРС. Я напоминаю то, что сам американский регулятор допустил в конце 2016 года три повышения процентной ставки в 2017. Сейчас трейдеры, уже научные опытом точно таких же обещаний годом ранее, считают то, что лучше сразу не работать по программе максимум, а обозначить как косочные предположения и наиболее реализуемый, скажем, сценарий, с точки зрения ужесточения монетарной политики. Это два повышения процентной ставки. Вот это, конечно же, более вероятно, но как ни крути, это ужесточение политики, это поддержка для американской валюты, поэтому нам нужно смириться с тем фактом, что пара USD и иена будет расти. И мы сейчас находимся с вами, мне кажется, на локальном экстремуме с точки зрения минимальных значений 116.39. Я считаю то, что это прекрасная возможность, чтобы занять квартальную длинную сделку с целью закрепления пары USD и иена выше отметки 121 иена против американца. Приглашаю вас, собственно, присоединиться к этой сделке. Сегодня из важных событий посмотрим еще за данными по АСМ в сфере услуг. Я думаю, что статистика также порадует нас, как трейдеров, делающих ставку на рост американца и, конечно же, поддерживает позиции американца. И в 15.15, кстати, отчет по АСМ вводит в 18.00 по московскому времени, а есть еще релиз по состоянию американского рынка труда, который предваряет Non-Farm Payless, классический отчет ADP. В 15.15 сегодня нас ждет публикация этого отчета. Также ставлю на то, что статистика больше нас порадует, нежели разочарует. И если уж сегодня мы видим хороший сильный отчет по ADP, значит смело будем готовиться к не менее сильному отчету по Non-Farm Payless. Как раз вот этот фундамент может стать первым катализатором под конец этой недели и в начале всего месяца и по совместительству еще ввода, чтобы отправить пару USD на тестирование прежних локальных максимумов. Под прежним локальным максимумом я подразумеваю пока уровень 118. Но все равно с текущих значений до него прилично. Примерно 160 пунтов. Фунд против американца начал неделю на позитивной ноте. А связано это было с выходом сильного отчета по активности в производственном секторе, в частности PMI активности по Англии 56,1,53 и 6. Это, пожалуй, единственный позитив, который присутствовал на рынке. Трейдеры решили, что если индекс находится также на максимальном значении за последние два года, значит Brexit никак не повлиял на промышленности и на английскую экономику. Это неправильный совершенно вывод, потому что сам факт того, что индекс сейчас находится на максимальном уровне, это как раз средство и Brexit. Потому что единственное, что отправило этот отчет к таким показателям, к таким высоким значениям, это слабая национальная валюта. А фунт ослаб только из-за Brexit. Поэтому здесь логичная причинно-следственная связь. Важно отметить также еще, что спекулятивная позиция на текущий момент короткая по фунту. На минимальном уровне, соответственно, с летнего периода 2016 года. И я считаю, что для тех трейдеров, для которых психология это не пустой звук, как раз текущая тенденция того, что все начинают покупать британца. Это верный признак и сигнал того, что фунт готовится к тому, чтобы пойти еще ниже. К сожалению, мы пока не добрались до нашей цели 1.21 по фунту против доллара. Но то, что пара даже при всяческой фундаментальной поддержке, даже из-за слабости доллара, не может разобраться, скажем, в район 1.24-1.25, это хороший сигнал того, что на рынке очень много медведей. Они сейчас сдерживают натиск быков и, соответственно, в принципе, готовы к тому, чтобы уже показать свой характер. И свои амбиции на то, чтобы отправить пару к тому уровню, который я обозначил. Сегодня из отчетов выйдет еще индекс активности в сфере услуг по Англии. Этот релиз будет опубликован в 12.30 по московскому времени, то есть буквально через 2.5 часа. Я думаю, что завтра мы о нем детально поговорим, но вряд ли этот индекс, и даже в случае хорошей статистики, сможет стать уж таким серьезным опульсом для британцев. Все-таки, как я уже отметил, негатива по-прежнему хватает. Этот негатив связан с тем, что наступил 2017 год, неуклонно приближается в март. И, значит, время, которое ранее было анонсировано, как период инициирования 50-й статьи Лиссабонского договора, то есть процедуры выхода Англии из состава Европейского Союза. Ждем этот документ и ждем вот этот мощный сигнал для распродажа британского валютного актива. Евро против доллара. Здесь, помимо локальной слабости американца, еще стоит отметить два важных релиза, важнейших статистических отчетов. Это уровень инфляции. По Германии сначала вышел годовой отчет плюс 1,7 при росте с 0,8 и вчера буквально по еврозоне в целом. Также прогресс очевиден. 1,1 с 0,6 роста. Причина, я думаю, что восстановление цен на энергоносители основная, поскольку она всегда стимулирует рост индекса потребительских цен. Евро растет, потому что на фоне высоких показателей инфляции снижается вероятность новых экономических стимулов. Но я снова возвращаю вас к тому, что локальный отчет это еще не тенденция. Ситуация может измениться, поэтому если цены на нет все-таки найдут больше сигналов и стимулов для коррекционной динамики, вниз поползет и показатель инфляции потребительской активности, что снова позволит нам говорить о том, что евро по-прежнему тот инструмент, который поглядывает на паритетные значения. И в целом тот фундамент, который мы раньше с вами анализировали, обозначали мы, с ним как, скажем, с наследием 2016 года, перешли уже в 2017 и ждем, каким образом и как быстро он все-таки приведет к тому, чтобы пара евро-доллар достигла того самого заветного уровня 1 против американского доллара. Из других валютных активов, в целом пока без изменений по австралии, ничего интересного сказать не могу. Предлагаю пока этой валютной парой не торговать, ждем, по крайней мере, все-таки снижение основы ниже 0,72, а оттуда уже будем искать возможности для продаж. Новозеландский доллар высоко забрался, 0,70 сейчас уровень, ждем, пока пара просядет ниже 0,69 и оттуда уже будем продавать. USDCAD, вот это очень интересный дуэт активов, 1,3265 сейчас, даже несмотря на все-таки коррекцию цен на нефть, канадец видит больше сейчас оснований для укрепления, прежде всего, собственных позиций. И текущее значение 1,3265, мне кажется, очень хороший уровень для тех, кто любит рисковать. В данном случае я могу порекомендовать вам дождаться все-таки еще больше просадки валютной пары до отметки уже 1,32, как минимум, и оттуда покупать с целью возвращения выше 1,35, 1,36. Пока все-таки вступать в игру я бы не рекомендовал, особенно тогда, когда разворачивается такое понижательное ралли. Ну, пара USDCAD будет для нас интересна тем, что на нее напрямую повлияет снижение цен на нефть и, конечно же, рост американцев. То есть, это два новостные события, которые будут обеспечивать возможность ухода этого тандема выше отметки 1,35 или даже 1,36. Американский фондовый рынок вот-вот снова перепишет исторические максимумы. Как мы с вами и говорили, пока отказываться от длинной сделки ни в коем случае не стоит, потому что первый квартал, как минимум, американского фондового секса будет расти. Сейчас S&P котируется на отметке 2,264, наша с вами цель как минимум 2,300. Из важных отчетов сегодняшнего дня, как уже отметил EDP, рынок труда США, ждем сильный отчет. После этого закрепляем результат сильной статистики АСМ в сфере услуг в 18.00 по Москве и в 19.00 выйдут запасы нефти США, уже официальная цифра и статистика. Ее проанализируем, соответственно, уже завтра. На этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание. Тем, кто нашел время, чтобы в праздничный день, собственно, обратить внимание на то, что происходит на рынке. Надеюсь, что эта информация была вам полезна. Увидимся, соответственно, завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.